здравствуйте дорогие друзья гости и постоянно зрители моего канала давайте мы разыграем вот такой прекрасный брошь среди ваших комментариев комментарии от ника газе 119 извините если они правильно что-то видео заражает красотой однозначно да совершенно верно красота была от этой красоты вам как раз достался вот такой подарок вам теперь следует связаться со мной вайбер ватсап telegram прислать скриншот что вы подписаны на меня и стоит лайк под видео дальше мы с вами спешимся и чтобы я вам отправила эту брошь если вы также хотите выигрывать на моем канале то вам следует подписаться поставить лайк под видео и оставить положительный или нейтральный комментарий я знаю что сейчас будет очень я знаю что сегодня будет очень много вопросов под видео что с моим голосом и сразу я отвечу чтобы не писать каждому что и как моей семье случилось случилось у меня мама случился инсульт находилась реанимация потом мы перевели в палату вот подобрали лечение вы привыкли что здесь весело да я всегда очень держусь и стараюсь вас зарядишь зарядить позитивом но если на какой-то момент сегодня будет видео выключаться и прочее ну просто поймите меня по человечески по человеческим очень тяжело я даже не знал снимать это видео или нет но вспомнила что вы ждете и я не могу все таки предавать своего зрителя да это очень тяжело и когда ты этого боишься больше всего такое случается у меня нет друзей с кем поделиться у меня есть моя семья и вы как я вас считает тоже частью своей семьи поэтому делюсь с вами вот так вот если кто-то как-то хочет помочь словом или там еще что-то я всегда есть ватсап telegram вайбер как со мной связации все есть если кто-то как-то на любую там какую-то кроху сумму мне сейчас важно честно говоря каждая копейка потому что если у вас болели родственники вы знаете как сколько стоит бесплатная медицина то я буду всему рада и это это не клянчество нет это только если вы хотите это сделать я ни к чему не призывать нет потому что есть и положение у всех тяжелые и я это все понимаю это чисто ваше желание и все больше ничего так давайте мы с вами все-таки все-таки посмотрим брошь так надеюсь дрожание рук не так видно это джулианом чистый хрусталь богемский к сожалению как всегда камеры не добирает ты и честно говоря я не помню мыл или я конкретно эту брошь или мало другое потому что живу честно говоря я сейчас на автомате прекрасное просто состояние она была в коллекции я покупала и у коллекционера посмотрите я даже не знаю где мой палка стучал к действия надо есть посмотреть какой звук так будет наглядеть просто поет вот такая крупная брошь у вас есть практически точно такая же она чуть меньше мы знаем что вайс джулиана очень сотрудничали так скажем одни дизайнеры переходили то туда то сюда поэтому переклюкание сюжетов это не естественный процесс но вот эта брошь сегодня почти все что увидите это будет хрустальная также как и вот эта хрустальная шикарная брошь камера немножко не допередает и глубизну прекрасная тоже хрустальная также покупала у коллекционера посмотрите да тут сама пайка кожа просто ювелирное произведение имеет вместо того чтобы я ее расстегнула и покупала у коллекционера она как говорится не ношено не брошено вот такая вот куполообразная форма не конечно не вот прям от совсем а легенькая куполообразная форма где центральный кристалл самый большой и вот такие кристаллы помельче образовывают круг то есть мы видим круга посередине вот такой вот цветочек собраны из кристалл джулиана также 60 вот такая вот прекрасница расфокусировки почему-то блеск больше ловится чем когда фокусируется девочки я беру первые попавшие с украшения которые у меня разложены поэтому системы нет никакой уж извините такой браслет это уже стиль арт-деко разбавлены так я его называю замочку него вот с такой здесь он открывается маркировок по моему на нем нет тыльная сторона вот это все клепочки и если он большой то его можно спокойно укоротить если сейчас попаду то я застегну и покажу вам него потому что попадание в мелкий предмет сейчас еще большая проблема вот так есть один потухший кристалл это амальгам к но ему годков много это тоже хрустальная страза это 50 вот такой вот интересно это как раз был как раз еще интерес всплеск интерес к арт-деко и но здесь он прям не такой явный выраженный а вот я уже как говорю с разбавлением с небольшим вот такой браслет я тут чего-то как-то сдвинула но сейчас мы все сделаем до приятный можно каждый день абсолютно не такой кричащий как можно это не джулиан нибудь ну давайте если уж браслеты то у нас серебряный болта давайте мы посмотрим на золотой очень интересное вы плетение елочка и помимо самой елочке еще внутри сделано видите как ткани под под образ ткани можно вот так рассматривать тоже замочек рабочие все хорошо я не знаю конец вот он он тоже у нас не маркированный сейчас покажу как застёк слышите все хорошо тыльная сторона в прекрасном состоянии поэтому долго искала маркировку думаю что она здесь есть на ручке смотрится очень потрясающе интересно такой вариант тоже и каждодневный вот артеку и и не артеку можно сказать вот у нас тут такая кверху перевернутая камея очень старенькая вот я не успела помыть вот эта латунь здесь это не грязь это же время но еще конечно еще и помыть или не мешает еще посмотрите замочка здесь еще крючок это камея начала двадцатого века это камея примечательно тем что она очень объемная при таком принципе небольшом так скажем росте что выделяет очень большое мастерство резчика как мы знаем камея режут на раковине и посмотрите как все сделано это было очень толстая раковина если вот посмотрите насколько выходит отсюда барельеф сам здесь нету никаких потерь это инкрустация другим металлом и на нем как бы выцарапаны цепок цветочки здесь нету никаких я еще раз повторяю страз ничего не не тут только сама камея обжимка это именно ювелирная обжимка вот этого элемента пластинки сейчас я не могу просветить но моя просвечивала как раз она просвечивается силуэт и как раз все видно если у меня прибор рядом то возможно и это лопа сама обычно но у меня есть так ультра нам не нужно нам нужно немножко другое вот видите вообще-то это надо делать с тыльной стороны уж извините вот у меня был мы это я на сотовом светила там фонарь помощней и там весь силуэт как раз виде но это показания показатель того насколько это тонкая работа а еще показатель того что видно если трещина или нет как мы видим все отлично и замечательно я выключу вот такая старинная камея нас сегодня забрела к нам думаю мы окажем ее почести и расположим ее на богемском хрустале если я забыл сказать то это богемский хрусталь да и давайте уж скамеями закончу это естественно новей это клипсы и вот такие корни это пластик до пластик на зуб я попробовал можно так можно так клипсы мягкие очень мягкие маркировок нет но сделано не прекрасно отгибая немножко вот эту вот штучку можно делать как бы регулировать под свою толщину мочки и получать комфортное ношение вот такие вот прекрасные камеи давно кстати на канале камень я был мне почему-то хочет чтобы они смотрели в разные стороны а так в принципе без разницы можно они могут также смотреть друг на друга как вам захочется так вы и расположите их вот так дальше дальше я я покажу вам очень интересную вещицу это с безелем вот это вот крохотуля это хрусталь это потом это нолан миллер я думаю даже приближать не стоит все прекрасно видите в замок здесь потрясающе получается сердечко но здесь дельфинчик и фишка этого просвета что это либо на очень-очень большую ручку но я думаю что это просто ножной браслет да такое тоже было это ничего такого нет и как вы видите это не новый завод никаких больше маркировок здесь не присутствует вот на шильдике только новый миллер и и длина его 25 сантиметров в раскрытом виде естественно поэтому это вот такое прикольное летнее украшение мне кажется с отсылом на такую немножко морскую тему потому что я не знаю какой но я здесь вижу дельфинчик а и сердечко потом они составляют с другой частью может быть это я так хочу видеть а вы видите совершенно по-иному и это имеет место быть раз уж мы рассказали о морской теме хочу показать вам очень-очень старую брошь чайка посмотрите какая поверхность тыльная где когда я сначала увидел сначала думал господи зачем на тыльную сторону ой на на лицевую сторону прилепили иглу потом перевернула нет все таки все таки верно все да здесь есть небольшой дефект сейчас я поближе покажу она посмотрите сама перламутрового тона но уже со временем вот есть небольшие вот такие нарушения поэтому я отдам эту брошь со скидкой потому что у нее есть дефекты но это брошь где-то конец 40-х начала пятидесятых поэтому давайте уж простим ей этот небольшой а грех но человек на самом деле потрясающе честно так и совсем уже закончим с морской темой такой вот браслет можно детский сказать можно не детский кого как на душе так и есть это черепашки с разноцветным гелиотисом гелиотис один но покрашен он разные цвета синий зеленый вот его здесь замочек он работает все отлично дайте просто внимательно вот я потом не услышали щелчок слушаем вот такие черепашки здесь спокойно можно брать свину и будет под любую ручку вот такая незамысловатая но веселая вещица у нас сегодня есть сейчас я покажу вам мини брошки можно было их назвать но они не были брошками я купила я увидела вот ибо и вот это сразу говорю камера ужасно портит вообще она вот этот вот кристалл вот такого цвета фиолетового она вся фиолетового цвета я увидела лот из четырех одиночных клипс джулиана стоили они что-то там средняя я уже честно уже не помню сколько и я буду пока рассказать вам показывать по одной я думаю куплю я не одиночный расковыряю но кристаллов мало ли иногда для восстановления там или когда кристалл трескается иногда при транспортировке на же очень бережно все делают и расковыряю как раз не жалко когда они пришли и их увидела в живую они такие красивые оказались что у меня рука не поднялась их просто вещь хорошую ну разбирать поэтому обломе много разных брошей и отвезла их ювелиру с другими брошками которые уже там в силу своих причин я не хочу восстанавливать или нет времени и попросила сделать из них мини брошь синий цвет тоже скажет в жизнь намного интереснее и он из клипса мини брошку сделать это самое легкое сделал вот такие мини брошечки которые можно прикалывать как самостоятельные так и как отдельное украшение единственное одного не хватало подходящего замка вот этого и я его он он был золотым я его украсила эмалью серебряный цвет как видите вот так вышло принципе неплохо да здесь конечно проглядывает золотой цвет но как говорится это тыльная сторона броши даже если сбоку посмотреть то золото не видно и самое главное это вот ясно кто по размеру подходил и просто докрасила ну тут конечно моя любимица такая вот но цвет сейчас я не знаю почему то мой телефон не любит фиолетовый цвет он его искажает она именно фиолетовая красивого к фиолетового цвета посмотреть но я вот ее вот как вот можно было вот это вот разобрать на кристаллы я не смогла тем более здесь и есть и хрусталь это стекло вот это хрусталь поэтому из этого сделали вот такие броши мне кажется вышло неплохо я все-таки за то что спасать и носить винтаж чем который можно спасти который в хорошем состоянии чем его варварски просто разобрать но честно кстати не закончил тему птиц у меня есть вот такая птица она смешная чем-то с натуральным камнем в какой вы мне напишите это жемчужинка это на стекле стекло очень красиво сделано крылышки с алмазной видите гранью эти лапки специально утрирован и такие большие камень весь обработан опять-таки искала маркировку но не нашла потому что похожие птицы есть у трефари укора я встречала у бск тоже были но нет видимо как говорится воспользовались дизайном и хорошо что воспользовались красивая получилась птичка очень качественно сделано очень качественно все выполнено и еще будет кого-нибудь очень даже долго радовать так расположишь уж попросите меня за выкладку выкладываю и вот опять сейчас буду жаловаться что лучше сбоку это конечно все блестит красиво а вы не этого не видеть вот такая луна это вернее месяц с подруга-подруга звездочкой это не маркированная брошь но я точно знаю что это сперта с кирсков с поле там немножко правда чуть-чуть под изменен дизайн но как говорится фиг с ним изменили изменили даже сейчас кристалла пытается камера поймать вот особенно здесь посмотрите очень красиво сразу говорю все кристаллы на месте сейчас вам покажу если вы думаете что здесь нет нет посмотрите здесь просто такая серебряная точечка они перемежаются серебряные точки и кристаллы вот посмотрите эти с краю это серебряные точки а вот что вот потому что с края это всегда самое тяжелое а вот здесь это как раз прозрачные кристаллы один какой-то не очень чистым как брошь прекрасном состоянии посмотреть вот и вот мотается звездочка я люблю очень броши на ночную тематику не знаю почему может быть потому что мне ночь более ближе с к чем день я больше люблю ночь но это как говорится это я люблю надеюсь вы тоже ее любите ночью говорят как-то люди становятся тише правдивее открытие разговоры откровений я не смысле пошлости говорю о смысле так очень интересная брошь джулиан тоже покупала у своего коллекционера не помню показывала она достаточно объемная это брошь из коллекции типа типа времен года я забыла как от коллекции называется и фишка этой броши состоит то что вы видите как бы коричневую уже осеннюю такую кстати ужасная камера сейчас скажите какой-то мутный получается на самом деле ярко-коричневый вот представьте хорошо заваренный чай вот именно такие кристаллы и это брошь тронула посмотреть какое состояние ее тронуло мороз и поэтому здесь то тут даже никак и не подлезешь это даже заменить посмотрите потому что она и она не разгибается и все здесь спаяна вы сами видите здесь специально сделано вот такие как будто морозные стразы как будто мороз ударил и скрепил две такие веточки и вот этот мороз как раз выглядывает и создает такое какой-то немножко свечение здесь этих кристаллов по моему 22 точные да да вот сейчас вот и вот вот да вот этот видно вот здесь больше вот этот вот здесь вот такую фишку делал джулиан вот как раз эти и этот как раз мороз немножко как бы выглядывает такая вот непонятно такая вот не замановка а вот такая хитринка в броши спрятана если вот так сделать то будет еще видней поверьте ее заменить никак здесь нельзя то есть даже даже подлезть сюда и чтобы вытащить кристаллы невозможно это очень тяжело вот этот а тот вообще невозможно этим более покупаю своего коллекционера у него не бывает такого что что-то там транспортировки только может что-то случится но ведь это брошь великолепное состояние но великолепно стать она никак не хочет к сожалению а так брошь крупную конечно вот такая брошь это тоже хрустальная джулиана такие называют рисушки посмотрите какая макрушка это я значит мало это брошь и они лежали плюс на подложке это все хрусталь этот водопад конечно переливается вообще просто великолепно камера как всегда не до передает это муж как я сбоку но синие здесь конечно богаты девоньки посмотрите кстати вы была удивлена недавно прочитал что подобные броши относятся геральтическим они считаю они как-то там подкалываются под какие-то другие броши это типа как ленточка считается вот там еще какая-то мысль была но было и было как говорится посмотрите на ее идеальное состояние прекрасная брошь с этим завлекали завлекательным элементом да здесь есть срез она заканчивается как немножко треугольником и получается вот эта часть у нас статичная а вот это в движении красавица красавица интересная люблю такое что-то что-то потрясти как раз я вам и вот так вот немножко то длину камеру чтобы и павлина так далее но если был синим то как уже без розового хрустальная брошь мелочи сложнее в идеальном состоянии а вот это тоже геральтическая брошь и посмотрите как интересно здесь все сделано она тоже имеет небольшую огнутость выпуклость девочки я вас очень прошу в комментариях не поправляйтесь как я что-то там не так сказал говорил это просто живу на уколах всю эту неделю честно я так-то на них принципе живу это просто очень сильно очень красивых красный цвет при разном освещении он от темной бургундии до цветовинозной крови хочу рассказала вы меня поняли на самом деле то он абсолютно такой какой-то темный густой красный то приколы другом освещении как сейчас вы видите алый яркий сочный розовый вообще здесь просто с ума сходит но камера до конца все равно никогда не передаст запомните красота брошить где-то теряется на 20 процентов когда я показывают именно через камеру как какая бы камера замечательная была все равно даже если кто у меня покупал можете подтвердить комментариях а можете не подтверждать право ваше что когда я получаю что брошь намного она даже другая не смысле ты покупал зеленую тебе пришло синие нет она по красоте намного 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 красивее чем ты и даже видел в самом лучшем показе ракурсе и я не очень люблю этот цвет но вот в этот цвет я влюбилась опять буду жаловаться на камеру потому что вам она передает может быть как простой какой-то коричневый разные цвета но она так здесь коричневая с золотым пант под тоном и это все хрусталь девочки посмотрите на это да тоже имеет вот такую форму немножечко ну такой скажем сдутого глина давайте так назвать и послушать этот звук она поет и посмотрите как интересно такие каплевидные каплевидные здесь у нас вот я их на свою лодочка здесь квадратные кристаллы а вот здесь вот посажен вот вот такой вот и у него свои лапки кружевные и увидите наискосок такой же кристалл круг такого же цвета он чуть-чуть отличается да все правильно по насыщенность и такие же лапки тоже кружевные и вот это как бы дочки вот этих крупных кристаллов они тоже наискосок здесь расположены и у них тоже кружевные лапки у остальных здесь есть и капля и капля большая ведь все с роднёй все с мамами дочки с мамами для страна здесь очень хорошая и сама брошь конечно великолепно под разным ракурсом цвета и конечно просто завораживает я говорю не люблю этот цвет принципе но вот это вот это меня сразило честно вам скажу ну наверное сегодняшние сегодняшние королевская просто вещь это дресс-клип с той стороны покажу скажем я его еще начинала восстанавливать счастливой жизни когда еще ничего не случилось здесь очень красивые лиловые окантованные вот здесь кристаллы это клип 1925-20 года прошлого века лиловые кристаллы белые и вся была загрузка вот в этих квадратных кристаллах сейчас поближе покажу потому что фокус начал гулять и посмотреть на них очень внимательно это кристаллы квадратные с ножкой то есть не плоские и когда я покупала здесь не хватало одного кристалла они были другого цвета немножко и я искал это квадрат 4 на 4 миллиметра вот я проискала все что только могла и было все пять на пять шесть на шесть восемь на восемь семь на семь три на три три на три и уже я уже была согласна уже почти посадить что но все равно я перфекционист и хотела найти ну и забирала брошь одну пока буду вам показывать всю эту красоту забирала и пожалуй самую или что нету у меня такого час он говорит то какие проблемы и я могу заказать фианиты такого такого размера и огурь да и цвет что-то близкое вот к этому мы долго смотрели по каталогу и самое ну близкого вообще в этом спектре это были вот эти кристаллы все остальные совершенно не подходили белые не смотрелись не абсолютно белые здесь были и клип был как-то нищенского смотрелся честно и так как это ювелирный все-таки камень хочу они его даже отличается если в клуб сейчас будете смотреть даже отличается вот от этого же сразу видно что где фианита где а где стекло крест кристалл и вот он не нашел как раз мы взяли с запасами всегда ко мне берут запасом пока вот ждали их он их и клеил специально усаживаю поэтому получился клип еще краше я считаю что он просто сделался еще еще просто великолепней каждый каждый был переклеен кристалл абсолютно все 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 потому что клип был очень уже временем от времени очень грязные желтые как казалось нам счету сначала думаешь что золотой но когда удалили там камни которые ко мне потом кстати тоже мылись в ультразвуке это камни вот эти я собирал я бы ювелир клеил только на специальную какую-то пасту клей паста клей какой-то сейчас могу вам рассказать вот клеил на эти фианитные кристаллы и они были они вот просто идеально подошли в эти ложбинки как будто они там и должны были быть но по мне получилось просто работа точнее украшение это знаете даже из коллекции королевы или какого-то прям двора потому что вот такие цвета достаточно все мы знаем пурпурный фиолетовый это это цвета роскоши и власти и могли себе позволить их да и вообще выбирают их только наверное королевские семьи и меда украшениях хотя сейчас уже это конечно стерлась но те времена когда существовал этот скрип это еще было такое кладу я уже не вижу а это все но не все потому что я должна вот такая будет брошь для победителя для следующего розыгрыша я долго думала какую здесь честно скажу это у этой броши мы сменили замок потому что он просто здесь был замок такой плечики но он отвалился а другого не было у меня таких замков много это его припаяли брошь арт-деку очень напоминает я сначала вообще когда покупал думу пока не увидела тыльник что я думала что это может быть даже такой дуэт вот это будет подарком для тех кто подпишется ну просто у нас сегодня арт-деку как-то прошло леет мотивом поэтому я решила взять такую брошь на подарок ну не понравится не заберете господи какие проблемы все остальное в жизни поправим я прошу прощения что сегодня может быть не было шуток прибоуток пока не могу девчонки что вам пожелать цените тех кто с вами рядом и цените что вы можете еще сказать если еще можете родителям здравствуй мама здравствуй папа оказывается это очень-очень дорого это очень важно без этого все меркнет абсолютно ничего не хочется ценить жизни тех кто вам ее подарил скажите лишний раз доброе слово стерпите лишний раз если вы хотите что-то сказать группы и простите меня за что я расклеилась конце я не могу честно и очень больно и очень-очень не хватает мамы она в больнице а мы очень близки со мной все мои мужики пап муж и ходе и и вы тоже со мной здоровьем крепких 7 здоровьем вашим близким особенно была ваша я на диване увидимся